Мероприятие проводится в Великоустюгском округе впервые. Акция рассчитана на взрослую детскую аудиторию школьников возрасте 10 лет. Мы решили провести это мероприятие в нашем городе. Мы очень надеемся, что мы его будем проводить ежегодно, потому что для детей мы сегодня подготовили квест-игру, на которой они узнают какие-то правила безопасности для себя, что-то новое. Мы им попытаемся рассказать, как можно больше, что-то интересного. На первой станции участников игры знакомили с историей Международного дня памяти пропавших детей и проводили мастер-класс. Я представляю станцию «Незабудка». Название оно получило такое, потому что именно этот цветок является символом дня памяти пропавших детей. Поэтому мы с ребятами делаем свою незабудку. Вот я уже свою разобрала. Оставайтесь, видите, как сделают ребята с каждой свою незабудку. А сзади у меня фон – это ориентировки детей пропавших. Тут разные года, и это прям очень малая часть из того количества детей, которые пропадают каждый год. Проходя станции, мальчики и девочки узнали, как оказывать первую помощь. Оказалось, что при нужных знаниях это может сделать даже 10-летний ребенок. Станция «Знакомый-незнакомец» познакомила участников с правилами поведения на улице и дома. На станции «Спасатели» ребята смогли узнать, как происходит организация поисков, показали, как пользоваться рацией. Участие в маршруте безопасности было насыщенным и поучительным для школьников. Самое интересное мне понравилось то, что там была собака, мне рассказали то, что они ищут, которые потерялись, но детей. И мне еще понравилось то, что как надо обращаться, когда ты потерялся в лесу. Еще мне понравилось то, что когда мы ходили, делали незабудки. Это получается знак пропавших детей. История успешного поиска трехлетнего Егора Новолодского стала ярким примером того, что пропажа ребенка – это реальность, и таких ситуаций надо не допускать. Спикеры рассказали взрослым о действиях, если ребенок потерялся, и познакомили устьюжан с детским паспортом. Вот такой буклет этот содержит в себе сведения о ребенке, которые оперативно могут помочь в поиске. Такие как рост, телосложение, вес, особые приметы, увлечения, черты характера. Начиная с 2023 года, такие нужные и важные акции волонтеры планируют проводить ежегодно. Степан Кришановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».